Управляющая компания. Что о ее работе важно знать каждому человеку? Те, кто живет в многоквартирных домах, так или иначе сталкиваются с управляющей компанией. Как правило, про нее известно, что именно эта организация выставляет счета на оплату услуг ЖКХ, делает ремонт в подъезде или же именно ее сотрудники сбрасывают зимой снег с крыши. Что еще входит в круг обязанностей управляющей компании? Что важно знать об организации работы УК и как можно на нее воздействовать, если что-то пойдет не так. С вами сегодня буду я, юрист и эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Смотрите это видео до конца и вы узнаете, как можно воздействовать на УК. Итак, управляющая компания не может быть навязана собственником, так как за ее голосуют на общем собрании именно они. Вместе с тем, если речь идет о новостройках, ситуация несколько иная. После сдачи дома в эксплуатацию, девелопер обязан передать его УК. И получается, что управляющая компания достается жильцам вместе с ключами от квартир. Обычно соглашение между застройщиками УК действует в течение года. Далее собственники могут поменять УК на другую, на общем собрании или вообще сменить форму управления в своем доме. Подробнее об этом в конце видео. Еще про управляющую компанию важно знать, что ее деятельность лицензируется. И если у вашей УК нет соответствующей лицензии, ее деятельность по управлению многоквартирным домом будет считаться незаконной. А самой УК будут грозить административные штрафы. Проверить, есть ли лицензия управляющей компании и действует ли она, можно на сайте ГИС ЖКХ. Ссылку вам можно будет найти в описании под этим видео. Услуги. Согласно ЖК, управляющая компания оказывает коммунальные и жилищные услуги. За качество выполнения этих работ, оказание услуг УК несет ответственность перед собственниками. Минимальный перечень работ, которые должна выполнять УК, утверждается постановлением правительства. Полный перечень для конкретного многоквартирного дома с указанием периодичности таких услуг должен содержаться в договоре управления. Основные же вопросы, за решение которых отвечает УК, следующие. Первое. Содержание несущих конструкций. Фундаментов, стен, лестниц и крыш. И несущих конструкций, перегородок, внутренние отделки, полов. Пример. Обязанности по проверке состояния. Очистки и восстановление кровли, а также ремонт лестниц в подъезде целиком находятся в ведении УК. Второе. Содержание оборудования и систем инженера технического обеспечения, входящие в состав общего имущества. УК следит за мусоропроводом, вентиляцией, за исправностью системы отведения водоснабжения. Обслуживает системы теплоснабжения, газоснабжения, лифтов. В случае выявления неполадок УК отвечает за надлежащий ремонт указанного оборудования. И третье. Содержание иного имущества в многоквартирном доме. Это уборка помещений, относящихся к общему имуществу, обработка их от грызунов и насекомых, уборка придомовой территории, вывоз ТБО. Все это также должно выполняться силами УК. Помимо этого, в большинстве случаев управляющая компания является посредником между собственниками и поставщиками коммунальных услуг. Поэтому к ее обязанностям относятся также начисления и сбор платы за жилищные коммунальные услуги с предоставлением квитанции. Расчет с поставщиками и деятельность по снижению задолженности жильцов за коммунальные услуги. Касательно последнего. Если у кого-то из собственников многоквартирном доме образовался долг по коммунальным платежам, УК вправе подать на этого человека иск в суд. Важно! При продаже или покупке жилья лучше сразу направить управляющую компанию письмо о смене собственника. Так как при возможном взыскании долга по ЖКХ представители этой организации могут, и на практике это очень часто происходит, руководствоваться теми данными, которыми они располагают. Получается, задолженность будет истребоваться с актуального собственника. Как общаться с управляющей компанией? Если вы обнаружили недоработку, УК, например, на потолке вашей квартиры появились протечки от таящего снега, для начала стоит обратиться в саму управляющую компанию с требованием устранить неисправность. Сделать это можно следующими способами. Лично, но обязательно проследите, чтобы обращение было зафиксировано. Направить обращение почтой по юридическому адресу. Обратитесь через систему ГИС ЖКХ. Направить письмо на электронную почту, если есть информация об электронном адресе. Также договором управления могут быть предусмотрены иные способы связи с УК. Поэтому будет полезно его внимательно изучить, перед тем, как подписывать. Как воздействовать на управляющую компанию? Если на ваш запрос в УК не отреагировали или некачественно выполнили работу по устранению проблемы, вы вправе обратиться с жалобой в один или несколько исследующих надзорных органов. ГЖИ – Государственная жилищная инспекция. Роспотребнадзор. Собственники помещений в МКД относятся к потребителям услуг, оказываемых УК по договору управления МКД. В связи с этим на данные правоотношения распространяется закон о защите прав потребителей. Прокуратура. Если в ходе проверки по вашей жалобе будут выявлены нарушения, УК может быть привлечена к административной ответственности. В частности, будет обязана устранить выявленные нарушения. В случае же, когда ваша цель – получить возмещение убытков, причиненных неправомерными действиями либо бездействиями управляющей компании, нужно подавать иск в суд. При этом можно даже не обращаться в УК, так как соблюдение претензионного досудебного порядка в данном случае не предусмотрено. Если только не прописано в вашем договоре иное. Так как правоотношения подпадают под закон о защите прав потребителей при причинении вреда в зоне ответственности УК, собственник не обязан доказывать виновность УК. Напротив, если управляющая компания не согласна с иском, доказывать, что вред причинен не по ее вине, придется именно ей. Как сменить управляющую компанию? Когда УК, очевидно, некачественно выполняет свои обязанности и с этим согласны большинство жильцов, собственников многоквартирного дома, управляющую компанию можно сменить. Для этого необходимо провести собрание собственников, порядок урегулированных жилищным кодексом, на повестку дня которого вынести вопрос о расторжении договора управления и выбрать другую управляющую компанию или выбрать иного способа управления домом. Непосредственно с собственниками, ТСЖ или кооперативом. Решение принимается большинством голосов от присутствующих на собрании. Хотя обычно уже 50% проголосовавших за будет достаточно. Друзья, если видео было полезным, давайте поставим ему палец вверх, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы быть в курсе последних событий на канале. Пока! Редактор субтитров А.Семкин